Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова и с чем мне придется столкнуться. Новый руководитель администрации Канаша начал наводить порядок в сфере ЖКХ. Проблем отмечает Виталий Михайлов немало. У нас основной жилищный фонд находится в управлении одной муниципальной компанией, это чистый город. Поэтому основной упор сделали мы на эту компанию. Сегодня проводится инвентаризация как раз по поводу вывоза мусора. У нас большие там проблемы. Они были. И год назад я сам приезжал. К СО назначена проверка, определенные результаты будут. Уже докладывают, что все-таки объемы не совсем подтверждаются. Одна из приоритетных задач для главы администрации реализация программы развития моногорода. Сейчас в Канаше подводят сети к будущему индустриальному парку. Продолжается строительство очистных сооружений и объездной дороги. Сейчас при уточнении бюджета средства дополнительно заложили по тем проектам, которые есть. Но и надо выстраивать отношения с руководителями предприятий, организацией, организацией социальной сферы, сплачивать эту команду и нацеливая на результат работать практически с горожанами. Для социально-экономического развития муниципалитетов у глав администрации есть все рычаги. Отметил Михаил Игнатьев, Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Жизнь вне города, под открытым небом, при свежем воздухе, в деревне. Вот первое условие земного счастья, писал Лев Толстой. За счастье мы не только возвращаются на село молодые люди. В Чебоксарском районе вот уже несколько лет успешно работает крестьянско-фермерское хозяйство, организованное Сергеем Михайловым. Сергей Михайлов всю жизнь прожил в деревне. С годами понял, что уезжать из родного села не хочет. Десять лет назад решил начать свое дело. Построил ферму, закупил коров, технику. Признается, вначале было трудно. Рабочих рук не хватало. Теперь спустя годы коллектив значительно увеличился и появилась возможность расшириться. Из 75 человек животного у нас работает, половина из них молодежи у нас работает. Средний возраст 35 лет. На последний день у нас 5 человек, 5 дойеров пришли работать на челе. Молодые, неженатые. Когда молодежь, все это хорошо работает. Развиваемся. Планы у нас еще на 600 дойных стадо в этом году хотим коровник построить, запускать. С самого раннего утра здесь кипит работа. Рабочий день животновода Алены Савельевой начинается с опода телятника. Подъем ранний. Надо проверить температуру, накормить, осмотреть животных. Не заболели ли? А 22-летний механизатор Вячеслав Михайлов пришел работать сюда сразу после окончания морпосадского училища. Признается, доволен и зарплатой, и условиями труда. Каждый день на кормораздачке работаю. Новый трактор дали, агрегат. Каждый день кормлю коров. С 7.00 начинается работа, 16.00 заканчивается. Все молодежь тут собрались, работаем. Старых слушаем, учимся. Недавно коллектив пополнила и Сильва Антонова. Не раздумывая долго, она с мужем и тремя детьми быстро поменяла городскую прописку на деревенскую. И ничуть об этом не жалеет. Как молодой специалист, воспользовалась господдержкой. Подъемные оказались очень кстати. Я получила субсидию в размере 1.135.000. И построили мы с мужем дом. У нас трое детей. Это большой плюс. Я работаю и к тому же еще получаю достойную зарплату. Здесь это лучше намного, чем ипотека. Не я плачу уже, а мне еще платят. И работа доставляет мне огромное удовольствие. С животными я люблю заниматься. Получить материальную помощь было несложно, признается Сильва. Написать заявление и собрать небольшой пакет документов. К слову, по примеру, с Сильвы в республике уже поступили почти 5000 семей. Именно они приняли участие в программе господдержки в нашей республике. Для молодых специалистов требования, либо молодая семья, либо молодой специалист здесь не принципиально. Он должен постоянно проживать в сельской местности, постоянно работать по трудовому договору, либо осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса или в социальной сфере в сельской местности. Кстати, воспользоваться этой мерой поддержки могут и студенты, выпускники, которые хотят работать в сельской местности. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Четверть века на страже закона. Арбитражному суду Чувашия исполнилось 25 лет. Указ о его создании был издан в январе 1993 года. Тогда лишь зарождалась рыночная экономика. И законы менялись так часто, что за ними трудно было уследить. За это время арбитражный суд рассмотрел тысячи дел и решил споров на миллиарды рублей. Поздравить коллектив со знаменательной датой пришел глава Чувашия Михаил Игнатьев. Честь и достоинство, справедливость и беспристрастность – все эти качества присущи людям, выбравшим правосудие своей профессией. Механизм решения экономических споров для Чувашского региона с его богатыми традициями предпринимательства и торговли особенно важен. За прошедшие годы суд накопил огромный опыт, завоевал высокий авторитет в профессиональном юридическом сообществе. Суд стал эффективным органом юстиции, внесшим значительный вклад в развитие арбитражного судопроизводства, разрешение разных экономических споров самого различного уровня. За прошлый год арбитражным судом рассмотрено более 20 тысяч дел. За этими цифрами напряженная работа специалистов. Арбитражный суд Чувашской республики рассматривает знаковый, имеющий общественный резонанс дела. Сложные, неоднозначные, но оказывающие ощутимое влияние на экономическое развитие нашей республики и ее инвестиционный потенциал. Работа суда направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, создание стабильного механизма реализации правовых норм. Институт арбитража очень востребован. Финансовых и имущественных споров с годами становится все сильнее. Только за прошлый год сумма требований по экономическим спорам у нас составила более 15 миллиардов рублей. Из них судом было удовлетворено требование на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. Лучшим сотрудникам вручили юбилейные медали. Ее обладателем стал и Александр Трусов, который работает в системе с момента основания. Коллектив значительно обновился. Дела стали сложнее, но тем они стали интереснее. Несмотря на то, что мы рассматриваем экономические споры, бизнес бывает порой жесток к людям. Приходится обращать внимание и на ту сторону этих споров, чтобы не навредить. Чтобы народ стал жить лучше, чтобы защитить права обиженных. Сегодня в республике реализуются крупные инвестпроекты, в которых задействованы сотни коммерческих организаций. И именно от эффективной работы арбитражных судей зависит инвестиционный климат республики, а в итоге и качество жизни самих жителей. Рифат Ваткулин, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня отмечается 75-я годовщина Сталинградской битвы. Великое противостояние продолжалось почти полгода. С июля 1942 до 2 февраля 1943. И вошло в мировую историю как крупнейшая сухопутная битва. В середине июля 1942 года в наступавших на Сталинград соединениях 6-й полевой немецкой армии, лучшей армией вермахта было около 270 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий минометов, 500 танков. Поддержку с воздуха обеспечивали 1200 самолетов. Противник превосходил советские войска по численности людей, артиллерии, авиации в полтора-два раза. Однако советские войска стояли насмерть. Чебоксарец Александр Рыбаков прибыл в Сталинград в составе курсантского полка. Подчинялись курсантские полки непосредственно командующему. И задача их была оказывать поддержку другим воинским формированиям. Когда 62-я армия попросила нас, нам же, говорит, левый фланг, немцы, бросили большую силу, помогите. Вот мы пошли и разгромили эту группу и отодвинули их назад на 10 километров. Пошли и разгромили звучит прозаично, особенно 75 лет спустя. Но сегодня каждый человек, а не только военный историк, знает, какой ценой досталась победа в Сталинградской битве. Начиная с сентября, бои в городе шли непрерывно, буквально перемалывая солдаты технику. Только на Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что после освобождения на нем целых два года не росла трава. По приблизительным подсчетам, потери с обеих сторон превысили 2 миллиона человек. Страны ОСИ и их союзники понесли колоссальные потери, и уже не смогли регенерировать былую мощь. Около 100 тысяч немецких солдат и офицеров были взяты в плен. В том числе и фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана Барбаросса. Сталинградская битва переломила ход не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны в целом. Самая маленькая книга, самая большая картина из бисера, самый длинный деревянный пешеходный мост. Все это достижение книги рекордов России. Теперь к ним добавилось еще одно. Мастерица из Чувашии сплела самые маленькие лапти. Юлия Важенина отправилась посмотреть на уникальный экспонат. Рекорд в миниатюре. Эти крохотные лапти умещаются на подушечке пальцев. Символ Древней Руси появился еще в 12 веке. Тогда вся Россия ходила круглый год в лаптях. Ну а эти, пожалуй, пришлись бы в пору, например, вальчику-спальчику. 10 миллиметров в длину и 7 в ширину. Книга рекордов России пополнилась новой записью. Лапти сплела Елена Клементьева, мастерица из этноэкологического комплекса «Ясна». И как она сама признается, на это ее сподвигли дети. Сначала дети мне предложили сплести как можно меньше. Как можно меньше у нас. Сначала были большие, потом вот такие маленькие. А потом вот это были 3 сантиметра. Потом вот рука навострилась плести. Это 1 сантиметр и 9 миллиметров вот эти лопоточки. А вот это вот милипидерные. Это вот как раз 1 сантиметр получается. Пять часов на одном дыхании и лапти готовы. Но повторить результат мастера сможет далеко не каждый. У правого и левого лаптей есть свои особенности. А чего только стоит нанести на эту крохотную обувь-декупаж. Кстати, талант передался Елене по наследству. У ее деда были золотые руки. Он мастерил из дерева необыкновенные вещи. Например, мог собрать тумбочку без единого гвоздя. Если плести любишь, вот все получится. Мне кажется, сложности... Ну, что такое сложность? Если люди это делали, значит, ты сможешь сделать правильное. То есть сложности это в нашей голове. А если голова хочет и творит, то никаких сложностей не будет. Главное, чтобы была бы цель. Дальше просто передавать вот эти навыки из поколения в поколение. В книге рекордов России эти лапти первые в своем роде. До них есть записи лишь о миниатюрных валенках. Ну, я даже не ожидала, честно говоря, что они пройдут. Ну, так вот. Пройдут, пройдут, как говорится. И не пройдут, не пройдут. Ну, и в итоге прошли собороды. Елена пока не планирует побить собственный рекорд. Она проводит мастер-классы и учит всех желающих плести руны. Но кто знает, может, в будущем она еще всех удивит и попадет в книгу рекордов не только России, но и всего мира. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Россия в моем сердце. Митинг-концерт по таким названиям пройдет в выходные на Красной площади столицы республики. Всероссийская акция проводится в рамках Года добровольца, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. 3 февраля акция пройдет во многих уголках нашей большой страны. Ее участниками станут представители волонтерского движения, студенты, активные горожане. Организаторы рады видеть всех неравнодушных людей, для кого благотворительность, милосердие не просто слова, а конкретная адресная помощь нуждающимся. Кстати, самых активных добровольцев завтра ждут награды. Спортивная разминка, театрализованное представление, выступления известных артистов и творческих коллективов. Акция начнется в 11 часов. На главном городском катке можно будет посмотреть показательные выступления школьной хоккейной лиги Чубоксар. В парке Николаева на выходных тоже ждут гостей. Здесь готовы провести экскурсию в сказочный февраль. Насыщенные выходные и в этнокомплексе Амазония. Различные мастер-классы, анимационные программы, фотосессии и фаер-шоу. Приходите и участвуйте. Подробности на сайте администрации Чубоксар. Заслуженный художник России Никас Сафронов, который входит в топ-10 лучших современных художников мира, представил на суд чувашских зрителей экспозицию картин под общим названием «Избранная». В персональной выставке мастера, организованной в Чуварском государственном музее, более 80 работ. Сюжет о выставке смотрите далее, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Никас Сафронов – личность медийная, эпатажная и окутанная невообразимыми мифами. Разгадать их пытаются многие, но смогут только те, кто очень хорошо знаком с его творчеством. То есть человек из телевизора привез свои картины в Чубоксары. И все зрители, которые часто смотрят телевизор, с удовольствием пришли в наш музей. Мы даже рады, что эта выставка состоялась у нас. Потому что, наверное, те, кто не был много лет, а может быть, даже никогда не был в нашем музее, они все-таки его посетили. И благодаря тому, что они посетили выставку Никаса Сафронова, они посмотрели и другие выставки нашего музея. Ну и вообще нам приятно, что самый главный медийный романтик и мифотворец нашей современности Никас Сафронов все-таки приехал в Чубоксары, хотя бы пока со своими картинами. Заслужившие внимания миллионов работы мастера до Чубоксары выставлялись в Красноярске, Томске, Омске, Барнауле, Казани и Набережных Челнах, неизменно вызывая восторг зрителей. На выставках можно посмотреть интересный фильм о художнике. Интересно посмотреть, за что же люди платят миллионы. Потому что я слышала, что картины Никаса висят у Мадонны и у других звезд. Уникальность выставки в том, что в нее вошли картины, написанные в разных направлениях. Среди них работа в символизме, в авторском стиле Dream Vision, что переводится как «Видение мечты». Он просто наш современник и наш земляк. И эта выставка не первая в Чубоксарах. Она несколько лет тому назад выставлялся, он в галерее на Северо-Западе. Мы были. Там несколько другая тематика этих картин была. Но вот любопытство нас приводит. Авторские переводы художников эпохи Возрождения вызывают особый интерес. Через образы любимых питомцев своей сестры Никас Сафронов передают характеры и нравы людей. Снова и снова. Подкидывая наблюдателю поводы для размышлений. В хитросплетениях реального и выдуманного запечатлено обнаженное стремление к познанию жизни самого мастера. Истина до боли знакомая, но ускользающая из виду действует как гипноз. Цепляют взгляды таких знаменитостей, как королева Елизавета II, Софи Лорен, Аллен де Лон, Жан-Поль, Бельмондо, Мансеррат Кабалье, Мадонна. Творец, вопреки всем мифам, создает работы, которых не выразить в денежном эквиваленте. Стоимость посещения выставки довольно символична. 300 рублей за сеанс. И часть средств, вырученных от продажи картин, будут переданы в фонд поддержки нуждающихся детей. Приобщиться к творчеству признанного художника можно будет до 18 февраля.